Ха-ха-ха. Ну вот, смотри, первая шутка нормальную в игре. Ха-ха-ха-ха. Ага. Привет. Виктор на твоем экране это продолжение Эдны и Харви второй части. Там, где глаза Харви мы чиним или что-то такое. Я уже забыл послесловие. В общем, в прошлой серии мы много тупили с задачкой про эмоции, про 3e, назовем это так. я даже понял как я назову предыдущую серию потому что снимают а я эту серию еще до того как выложил предыдущую но я уверен что вы лайков там много по наставили вот поэтому и в этой вы тоже по наставить и много лайков я люблю лайки вы же знать я лайка зависимый можно так сказать ну смысле я и собак лайкал люблю как они выглядят и лайки которые здесь на ю тубе тоже люблю они тоже классно выглядит вот так если кто не знает в общем и остановились на том что я собрал вот эти все три штучки нужно просто поговорить со старичком пора wake up you can live your head on ну давай как грубо с моей страны я забыл сказать тебе сказать тебе как все было раньше когда строились пирамиды я был главным христа чё ты же мне это рассказывал много раз и тибет объединил мне кажется он заново начинает всем не рассказывать так давай мне кажется после сохранения чё-то тут как-то тупануло все история они это то что мне надо погоди давай историю заново а вот могилу тамплиеров я не собирался что-то тебе рассказать а вот все вот точно теперь я помню тот день я был особенно зол мы заложили каменные плиты в часовне когда тамплиеры вернулись со своей секретной встречи они оценили мою работу и похвалили меня за храбрость они дали мне кокос это был один из лучших дней моей жизни вот у меня даже сохранилась книга в которой я записал все подробности включая значение тайных символов темплиеров на каменных плитах а теперь оставь меня в покое пожалуйста все это слишком напоминает мне о том как я однажды помог маленькой девочке найти тайный склеп под часовней однажды я обязательно расскажу тебе эту историю хорош ну что уходить далеко не будем надо зайти к бригит или биргит как там ее называют она еще не дышила она должна шить новый знак она меня прошлет пошлет счет да ну он пускай шьет завтра в бой как говорится капу мешает нам все еще зайти наверх почему-то не нужны петарды как они оказались наверху почему он невидимый я не понимаю так это мне нужно идти куда это мне в часовню ну чел сейчас я чувствую здесь все будет розовым от сорян на хотя бы ты сделаешь это ну смысле забрызгаешь все знаю что ты был прав что такое теперь бог мой это и вправду интересно посмотрим по крайней мере это те же символы что и на каменных плитах но тут полно пропусков я профессионал по части загадок поэтому мне достаточно одного взгляда чтобы сказать что это без сомнений да это загадка но страницы с ответами не хватает в таком виде книга мне бесполезно если конечно ты не решишь загадку новые загадки ухты 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 хрюхты а это типа судоку или что типа квадраты и все такое когда корабль носитель наконец взлетел брат воду внезапно понял что может разместить гербы четырех орденов так чтобы каждый символ не повторялся в одном и том же ряду колонки даже четверти это судоку значит смотрите вот здесь не хватает совы на чтобы не повторялось дальше здесь тогда у нас не хватает льва дальше здесь тогда у легкой судоку такое никаких проблем нет здесь вот этот собака рыгака или кто там я не знаю что теперь здесь в столбике не хватает льва тогда здесь не хватает чего не хватает мне я вообще-то лягушкой хочу вот эту штуку назвать так и осталось буквально фиг да нифига и как это правильно решить смотри здесь значит здесь либо вот это либо вот это но вот это не может быть пошел в этой стрелке строчки уже есть эта штука значит здесь только вот это а здесь только вот это вот а здесь соответственно вот это вот это а здесь вот это во ухты так и теперь я должен это куда-то положить да так но если это сюда это сюда что-то не сходится да так так ес 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 наверняка это она я раскрыл тайну спасибо что держал книгу все это время ты загораживаешь проход можно пройти как только фрэнк перестал сверлить лили наконец могла уметь геррета из укрытия лили забралась в беспомедальню и стала ждать в часовне все было тихо за исключением фрэнка который не мог сдерживать эмоции ухты если эти кости не доказательства церковного заговора то я съем двойной подбородок тома хэнкса а это что эй проход продолжается сейчас я продавливаю эту каменную плиту и ну это меч настоящий меч намплиеров невероятно черт он крепко там засел надеюсь это не несущая балка сон не раздался оглушительный гром лили хотела выглянуть но затем услышала приближающиеся шаги ах до чего же тихо наконец я могу снова занять свой слушательный пост на эй что происходит это ты лили лили думаешь это смешно выпусти меня живо лили почувствовала себя виновной виноватой запирать человека в исповедание не очень соответствовало поведению благопристойной девочки с другой стороны этим она помогала эдне ей не терпелось рассказать об этом своей лучшей подруге значит с герритом покончено хорошо но мне все еще угрозит опасность прежде чем я сбегу ты должна помочь мне замести следы доктор не должен узнать что я тут была ты сделаешь это для меня отлично так сначала ты должна избавиться от шарика который я оставила в коле на нем даже есть мой портрет доктор сразу же меня узнает к тому же я играла с петардами в 8 школьных часов скажу только что это была часть погодного эксперимента и у меня бы все вышло будь у меня что-то там ты не представляешь как сложно разогнать газонокосилку до 80 миль в час еще ты должна избавиться от надписи на дереве мне тоже очень жаль но я не могу оставлять доктора такое неоспоримое доказательство что я была тут думаешь ты справишься со всем этим спасибо лили лучше всех клево так у меня там какая-то штука была вышивка ну-ка давай сюда вышитые лилию узоры были бесполезны мать института часто ей об этом говорила лилию узор то есть это не сюда да ладна банка со спиртом у нас есть вышивка я о может ягодки лилии слышал что алкоголь не решает проблем это несомненно было правдой нет нельзя настойку сделать жалко что значит нам каким то образом нужно о Не понял, а где подруга? Шай? Лили всегда считала, Шай очень симпатичной. Она клевая, мне она тоже нравится. Но отрезать девочке волосы, пока та спит, чтобы сделать себе парик, было неправильным. Поэтому Лили возвращалась каждую ночь к себе в спальню, так ничего и не сделав. А, ей, ну волосы ее нравились. Все понятно. Ладно, значит, здесь пока ничего. Ой, клоун какой-то, смотри. Че за клоун? Ты че? Кто это такой? Вообще, его же здесь не было. Ты? Фу, еще одна. Отвали. Чего я не в настроении для шуток? Тебе, наверное, интересно, что я тут делаю, да? Меня зовут Эрнест. Веселый Эрнест. Я хотел устроиться сюда детским психологом. Но нет, мать-настоятельница уже нашла кого-то. Этого доктора Марселя. Психиатр с психушкой. Можешь поверить? Я бы не подпустил этого типа близко к своим детям, даже если бы я знал, где он. Вот что я получил за то, что переучился на психолога. Смех и лучшее лекарство. Отличная идея. Я ждал этой работы несколько месяцев. Надо было остаться сантехником. Что? Не нравится мое настроение? Хочешь, чтобы я показал тебе пару фокусов? Я расстроен, потому что моя идея из терапии накрылась. Смех, лучшее лекарство. Отличная идея. Какой ужас. Жонглируйте умеешь? Что? Хочешь увидеть пару фокусов, да? Так и знал, что не стоило этого говорить. Ладно, давай так. Я сделаю тебе животное из шарика, а ты оставишь меня в покое. Идет? Ну ладно. Кого тебе сделать? Давай гаечный ключ, он как раз мне. Гиперкуб. Забой гиперкуб? Гиперкуб? Я их больше не делаю. У меня после них постоянно вывихнутое плечо. Ну вот, смотри. Первая шутка нормальной в игре. Я поржал. Не, ну гаечный ключ мне нужен, чтобы люстру уронить. Гаечный ключ? Почему нет? Я все о них знаю. Ну точняк, он же водопроводчиком был. Спасибо тебе. А ДНК можешь? ДНК человека. Очень смешно. И еще даже, его даже не расшифровали. А в пиродактиле? Значит, пиродактиле. Вечно одно и то же. Полагается, по одному шарику на ребенка. Он мне что, сломал мой гаечный ключ? Да, он мне зарвал гаечный ключ. Ну-ка, отдай мой галочный ключ. Что он мне нужнее? А, так. Сигареты. Ты чего это пянуешься на мои сигареты? Они для меня, у тебя где-то аккуратно тебя. Поняла? Поняла. Только не спрашивай меня о докторе Марселя. Я бы не подпустил этого типа близко к своим детям. Даже если я знал о Дене. Он жестокий, злой человек. Он известен тем, что он ненавидит детей. С тех пор, как девочка спустила его с лестницы. Ага. А, там ему и надо. Вот так вот, ребята. Все-таки Эдна спустила его с лестницы, помните? О-о-о. Я же сказал, это колонн-концовка была. А вы мне не поверили. Раньше я был сантехником. Теперь я чиню души людей. Что так сложно понять? Да все нормально. Спасибо тебе за шарик. Так. Летт гоу наверх. Мне нужно открутить вот эту вот штуку. Не зря, что ли, мне гаечный ключ дали? То, что Лили сделала дальше, было лишено всякой логики. Она уже слышала о возмущении интернет-критиков. Но она сделала это, несмотря ни на что. Ого, интернет-критики были сегодня особенно хриплыми. Может, им не стоит столько курить. А гаечный ключ-то зачем нужен был? Я слышу звук. Бедный клоун. О, я сигареты нашел. И шарик. Шарик с Эдной надо забрать. Готово. Теперь осталось уничтожить только две улики, чтобы совсем стереть следы Эдны. Берем сигареты. Клоун просто оставил тут свои сигареты. Наверное, он очень торопился. Канделябр. Канделябр валялся на полу, сломанный и бесполезный. Теперь Лили уже никогда не сможет покачаться на нем. Again. Again, он сказал. И еще раз. Фух. Так, сигареты, спички, бутылка вина. И она поможет нам ждать. А что нам еще нужно было сделать? С дерева содрать надпись. Или говорит ассасин? А, смотри, свободное место появилось. Чего-то тут не хватало. А, петарды, точно. Петардочки. Так, давай все-таки поговорим с поварихой. Я так и не поговорил с ней в прошлый раз. Снова ты! Не стоит бродить по столовой между приемами пищи. Могут случиться всякие несчастные случаи. И у меня есть алиби для каждого из них. У меня тоже. Может, на нее тоже что-нибудь уронить, а? Голод. Я же че, ты снова попросишь еду. Я уже несколько часов не держал в руках банку. От этого я всегда станусь немного дерганой. Мои руки начинают сломать. Детские ноги, детские руки. Я просто себя не контролирую. О, еда для кошки. Че-то еще? Мне что, с помощью кукол тебя объяснили? Обед давно кончился. Сегодня я буду готовить только еду для матери-настоятельницы ее кошки. Точно приготовила бы, но мой нож пропал. О! К тому же, печка в подвале погасла, так что я все равно не могу ничего приготовить. Хотя важнее всего то, что мать-настоятельница хотела прислать мне рецепт. У тебя его с собой нет случайно? Нет! Ни ножа, ни печки, ни рецепта. Понял? А сама ты как? Что такое? Ты че на меня не уставилась так? Че ты вообще забыл тут такое время? Я знаю, что я тут делаю. Мой тюремный приговор был заменен 10-ю годами общественных работ, если невменяемости! Бля-бля-бля! Ты правда хочешь это слушать? Мать-настоятельница тоже не хотела! Блин, какая она одовая! Она мне нравится, она клевая! Так, значит, нам нужно нож найти, печку зажечь. И рецепта у парня отобрать. А, че с петардами, да? Пошли смотреть. Ну здесь опять капу какой-то невидимый. Слушай, я раньше мог туда залезть. Почему сейчас не могу? Тихо. Почему капу невидимый? Типичная школа. Ну да. Псс. Лили, я хочу тебе кое-чем попросить. Я тебе нравлюсь? Да. Слава богу. Я был не слишком уверен, потому что я думаю кое-чем. Это про мои чувства. И я хочу попросить тебя о большом одолжении. Ты сделаешь для меня кое-что? Правда? Здорово. Я так взволнован. Ладно, спокойнее, капу. Так, ты могла бы... Передать это письмо Шай? Ага. О, он появился! Я должен встретиться с ней. Так, ты передашь ей это письмо? Черт, ты так милый с твоей стороны. Ты лучше всех, Лили. Может быть ты отойдешь все-таки, а, невидимый Шай? Любовное письмо надо почитать. Ну, давай передадим. Может, она его заберет. Шай клевый, мне нравится, как она нарисована. Привет, Шай. Так жизнь. Ой, а что это у тебя за классная штучка? Она случайно не для меня? Лили сомневалась. Конечно, не потому, что она не хотела, чтобы Шай встречалась с Капу. Нет. Она беспокоилась. Кто знает, что могло быть в этом конверте? Змея? Скорпион, вирус с сибирской язвы. В конце концов, она все-таки решила отдать письмо Шай. Ух ты, это от Капу. Свидание. Так восхитительно. Надо навести побольше влеска. Похоже, в письме не аблазируется с сибирской язвы. Слава богу. Так, и что теперь? Можете сигарет еще дать? Он хоть ушел теперь? О! Ееееееее! Так. Мне нужны петарды. А я что, не могу добраться до петарды? Мне нужно что-то длинное. Так, а может быть, надо шариками кинуть петарды? Не достать просто так, и снова ее руки были слишком короткие. А, погоди, меч. У нас же там еще меч остался, помните? А можно из... Лили, ты не хотела беспокоить парочку. Пусть насладятся этим моментом. Скоро они начнут друг друга ненавидеть. И у Шай начнут попадать в волосы из-за страданий. А, да, любовь. Ха-ха-ха. Боже мой, у меня сутаненок какой-то, походу, делал, живет во мне. Вот, 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 смотри. Лицарский меч. Я этим мечом, наверное, достану, да? Тут больше ничего-то и нету. Пойдем попробуем мечом достать. Меч был достаточно длинным, чтобы почти достать до петард, но почти. Лили нужна была выдвигающаяся рука. Ага. Стрелки. Меч может и не доставал до петард или веревки. Но он идеально входил в стрелки часов. Так идеально, что он там застрял. Что было делать Лили? Ждать, пока горгулий упадет сама по себе? У нее не было столько времени. А, смотрите, горгулия на веревочке подвешена. И меч может ее перерубить. И как нам покрутить часы? Попахивает даблкилом. Да, я чувствую, сейчас горгулия-то упадет. И тут будет очень много волос. А, давай в класс сходим. Там наверняка уже дорисовали этот, как он. Похоже, Биргет отложила. Но она закончила флаг с изображением Кома. Жаль, что Лили уже не могла поздоровить ее с прекрасной выполненной работой. Она это... Как Сайория. Зависла. Нормально у них тут все в школе, а? Часы в башне сегодня звучали глуше, чем обычно. А, что-то упало. Боже мой. Мне достаточно было просто куда-то сходить. Готово. Теперь осталось уничтожить только одну улику. Чтобы совсем стереться. Бедные. Погоди. А у этой же значки какие-то должны были быть. Нет, разве? Нет. Ладно. Я понял. Мы идем в столовую. Да, скоро никого не останется в школе, кроме одной только Лили. Настоятельница, наверное, офигеет от этого. Вот что я называю великолепным узором. Эффективный и сильный. Символ полного самоконтроля. А почему там дети внизу? Прямо как у настоятельницы этой школы. Доктор будет впечатлен. Пойдем, Лили. Бергет заслужила еще одну награду. Ее старания и послушания будут награждены праздником. Сейчас что-то будет. Лили чуть не подпрыгнула от радости. В монастырской школе очень давно не было праздников. Мать-постоятельница уже начала церемонию, когда Лили вошла в класс. Это был чудесный, чудесный праздник. Только странно, что Бергет нигде не было видно. И поэтому награждаю тебя золотым значком, девочки скаута на ленте. Твое вышивание и великолепное чувство долг и хороший пример всем детям в этой школе. Ты, Бергет, прекрасный пример того, как строгости системное воспитание помогают добиться успехов. А, Лили. Принцип, последуй примеры твоей одноклассницы и приберись тут. Вот вы все дети были бы такие совестливые, как Бергет. Да уж, праздник был очень коротким. Но Лили он понравился. Это был чуть ли не лучший день в ее жизни. Этот значок мне достается, я теперь смогу там в сундуке покопаться. Лили подумал, что значок девочки скаута был слишком ценным, чтобы она положила его в карман для сохранности. Чтобы просто так лежать. Праздничный торт. Это отсылка к Порталу. Торт предназначался от Бергет и никому больше. Лили даже не заслуживала обличнуть бисквит. Но Бергет он больше не нужен. Лили никогда не видел кейш. Она могла бы пить из головы. Ну ладно, окей. Мне кажется, что-то странное в голове творится у нашей героини. Ну ладно, у меня теперь есть значок скаута. Давай покажем это детку. Но это... Это... Золотой значок девочки скаута на ленте. Я понятия не имел, что говорю с настоящим скаутом. Я тоже был скаутом, знаешь. Звезда не меня. Меня... У меня вещи вон там. Они лежат вон в том сундуке. Потому что между скаутами не бывает таких вещей, как собственность. И... Как я сладко зевнул вместе с ним. Окей. Давай. ВУЗу-то берем. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ух. Нож! И все? Ну, видимо, ножом мы будем убирать надпись. Что у меня есть? Ээээ... Мушкет. о может быть шарики в мушкет зарядить ура шарики были отличным снарядами для мушкета такие шарики ягоды белодомные были маленькими круглыми но больше плевательного конкурса клан ягоды пока не знаю куда девать ну пошли наверное срежем надпись что-то с этим челом надо еще сделать что он пауков поджигает да уж петарным удачу сигареты мы дадим он с курица его закрасят краской что у тебя там сигареты нет спасибо можешь оставить себе конечно я курю я ведь настоящий бунтарь но только когда нервничаю и поскольку у меня остальные нервы это просто гипотетическая ситуация я гипотетический курильщик а это гораздо круче чем обычный курильщик нужно сделать так чтобы обосрался он может потом может быть потом сейчас сначала нужно выполнить все задания потом мы сможем шарики лопать он типа бы прикольно ясаку нашел странно звучит или не было ни малейшей идеи как избавиться на дереве а чё ножиком не как похоже саку не замечала лили лили не держал меня зла у нее кстати слышите рассказчик-то говорит слова сука они саку или не было причин для подобных мыслей я пропустил всю самую мысль давай прочитаем шаразок сукадин лили динь и динь и динь и динь и динь и супер сутенчик сушите так почему же я хотел чтобы сука упала с качели ой саку и переломала все кости или не было причин для подобных мыслей нам это сделать порезать ее супер динь иди синтен подать так мне нужна ваша помощь ребят че делать сука это немат это собака женского пола нож поварихи понятно надо еще разжечь котел каким-то у меня нет зажигалки зажигалка смогу взять только у пацана когда он закрасится розовой краской хорошо ладно пока единственное что я знаю что я могу сделать это отдать нож поварихи поэтому давай отдадим нож поварихи просто невероятно что мелкая хулиган тебя бегает ножом вот что я тебе скажу нынешняя молодежь такая же гнила как прошлогодний гуляш не знаешь сколько всего можно творить ножом хочешь покажу пока никого не поранила маленькая девочка безответственно теперь есть нож так что она мне больше не нужно у меня тут тарелка с вилкой лежат я по вилке вот так долобанул она улетела мне в трусы вот темная чумиха согласитесь да на бензопилу теперь я знаю что с деревом делать не заправленная у меня спиртяжка есть или пришла в голову и бияли гея грецкий спирт был отличный заменой топливу для бензопилы мать строительница очень гордилась бы ей но вот и спиртяжка пригодилась бензопила о все я выпилил готово лили выполнила все просьбы эдби и избавилась от всех лик а ничего что сейчас все упадет если не терпелось рассказать об этом своей лучшей подруге лили слава богу у меня новая и куда более серьезная проблема я не могу найти свой дневник в нем записаны все мои планы побега я даже нарисовала в нем карту с моим укрытием так что забудь о том чтобы избавиться от нет нет забудь об этом это все равно было неважно дневник теперь самое главное пожалуйста помоги мне его найти если мать настоятельница его найдет мне конец должен быть здесь конечно лили тут же поняла что надо делать она тут же поняла что надо делать ну вот ладно пойдем посмотрим что там случилось девчонка неужели это было так сложно дневник лежал на видном месте или точнее висел упомянутые рисунки торчались когтей тупого лупоглазого голубя как только лили попыталась взять дневник голубь взмахнул крыльями вот теперь я знаю куда ружье нужно и улетел на крышу школы где исчез под сводами кабинета матери настоятельницы гонки просто смотреть туда было бесполезно once again и снова лизили лежал до волокого льва так но для начала все-таки пойдем посмотрим что же там случилось ну я же сказал это было очевидно так что теперь а нужно птицу лупануть из мушкета да кстати воробьи появились да по воробьям стрельнем смотрите на взгляд или может и не попала в воробьев но эффект произвол на шоне казалось что он слегкаю впечатлен а ну куна шоне покури или как-то слышала что сигареты действуют людей успокаивающе сейчас сейчас он это ура какая же лили была младен сейчас мы его тоже закрасим шоне уже казался гораздо спокойнее это было заметно по его зрачкам которые медленно двигались к его носу сигареты мы заберем труп орла уж заберем нет не надо у рецепт появился хорошо я плачу скажу в нас три вернусь а он тут уже закрашенный режим боже мой какая дичь творится на рецепт у тебя есть рецепт ну ладно давай посмотрю ну что ж сделать можно утины жаркой для лампи хороший выбор мне не хватает только консинов из подвала для блюда матери настоятельницы я все равно не могу начать готовить пока печка не зажжена матери настоятельницы придется ждать кошачьего корма ох не хотела бы я быть на твоем месте когда ты расскажешь я об этом ладно я сейчас выйду там зажигалка лежит уже на улице чё ты прикалываешься я же сказал он до сих пор пыхтит смотри погоди где зажигалка то а у меня сигарета зажженная причем зажигалка больше не нужна и подвал только что дристанул классно консервы надо взять да наверняка это был корм о котором говорил так или выбрала банку со вкусом голубя хорошо так печка наверно надо туда кусок дерева кинуть лили положила полено в печку я оставалась всего лишь поджечь ну а сигареты попробуем великолепно печка горит собственно все на консерву ты принесла не консервы очень хорошо это значит что я могу начать готовить я сейчас же положу жаркое для кошки в кухонный лифт но больше ничего туда не поместится я не смогу отправить эту материн сайтницы пока ты не положишь пустую тарелку в кухонный лифт ты поняла ну надеюсь на любом случае наверх да идти и опять кормить кошку а куда там надо идти куда-то туда-то галерея точно ну давайте тогда так давайте пока остановимся прямо перед кабинетом матери настоятельницы я пока подумаю что мы будем делать дальше ну как обычно на самом интересном виде заканчивать знаете игра мне все больше и больше нравится вот если когда я играл в первую часть не игра сразу понравилась а потом что-то как-то там что-то было непонятно там что-то какая-то дичь потом в конце вообще началось здесь вообще идеально вот ты начинаешь что-то все непонятно потом становится все понятнее понять непонятнее и сейчас вообще клёво даже уже ржака появилась в игре это клёво это офигенски игра раскрывается все лучше и лучше мне нравится что ж спасибо за внимание не забывайте лайки ставить в описании ссылочку на группу вконтакте добавляйте все это дело в плейлисты к себе тоже это хорошо продвигает видосики но пока пока